Слышите? Слышите, что-то поменялось. Да, копья не слышно. Привет, Страж. Пока я, значит, отлучался жариться под солнцем и набираться сил на машбросок с отвергнутыми, тут вышел патч 2.0.0 и перекрутил всё к чёртовой матери. Самым обсуждаемым стало изменение системы слотов оружия и ребаланса в Гарниле. Мне писали, тут Гарнила прям по-новому задышала, наконец-то, дразнили меня. И да, я так же, как и масса Стражей, ждал этого изменения Time to Kill и баланса. Пускай проблемы с серверами и остаются головной болью для большинства игроков, пока мы ждём, когда с ними что-то изменится, не стоит забывать про решение других проблем, именно геймплейных. В каждом ролике про Гарнила я ныл про время убийства, и вот наныли вместе. Теперь в Гарниле стреляют не только из гравитонового копья, а из чего, давайте и разберёмся. В этом видео я расскажу вам о нескольких пушках, которые резко вломились с ноги в список меты. Один из лучших вариантов набора оружия – болигант в первый слот и импульсная винтовка «Инаугурационная речь» во второй. Что сказать, возможность больше прежнего играть с дробовиками и снайперками – это именно то, чего ждали Стражи. Так что ничего удивительного в том, что дробовик теперь ваш противник и ваш же лучший друг нет. Импульсные винтовки так и вовсе можно назвать новым главным классом в Гарниле, особенно те, что со скорострельностью от 130 и выше. Такие винтовки теперь убивают врага за три очереди. Из револьверов, как и ожидалось, крутым был и остаётся жуткое обещание. Три тапа в голову – это именно та фраза, от которой у бывалых игроков волосы шевелиться начинают. Однако для крутой игры с револьвером, как и всегда, нужен скил. Бодишоты и промахи точно не позволят вам перестрелять игрока с той же «Инаугурационной речью». Так что выбирайте его, если уже натренировали руки на игру с канонами. Экзотическая фьюжнка Телеста переехала из третьего во второй слот и теперь также очень часто становится выбором Стражей. Ну, сами посудите. Отличный показатель дальности стрельбы – экзотические самоподрывающиеся заряды. А после каждого респауна у вас будет в запасе по два патрона. Неплохо так. В паре с тем же револьвером или импульсной винтовкой «Морпех» и «Беладонна» поможет создать очень комфортный коктейль для игры на средней и ближней дистанциях. Снайперские винтовки тоже вернулись в гарнила. С ними можно играть чаще и больше прежнего, и я этому безумно рад. Но стоит учитывать два «но». Первое – это всё ещё довольно непростое в обращении оружие. Если до этого вы с ними не дружили, то поначалу придётся тяжко. Ну а второе – карты в Destiny 2 создавались под игры командами 4х4, а значит не всегда тут найдётся место для привычной игры со снайпой. И либо вы умеете играть с ней так, что двигаетесь по локации, смело раздавая бодишоты, либо вас тупо задавят в раше первый же челик с дробовиком. Любителям автоматов мне посоветовать, увы, нечего. Подарок у Риила, позитивный настрой, всё вот это вот омолоновское, можно сказать осталось, но назвать хоть один из них метой язык не повернётся, так что использовать их я бы мог посоветовать, только если ни с чем другим играть ну совсем никак не получается. И присмотритесь к экзотическому режиму Сурос. Выбирайте перк на низкую скорострельность при прицеливании, и вторая половина магазина будет расщеплять противников ничуть не хуже импульсных винтовок. Не стоит забывать ещё и, что после появления перков многие пушки станут ещё круче, а мета станет более определённой. Будет ясно, на каком оружии какие перки работают лучше и где их ловить. Давайте резюмируем. Что брать в первый слот? Можете взять импульсную винтовку, крыло бдительности, белодонну или морпех. Если руки помнят, как обращаться с револьвером, то ваш выбор жуткое обещание или меньшее из зол. Ну и как самый частый выбор, дробовики, полевой дробовик Хоторн или Болигант. Хоторновский дробовик с автоматическим огнём. Даже если по расстоянию не рассчитаете свою раш-атаку, просто зажимаете курок и выстреливаете плотное облако свинца в соперника одно за другим. Во второй слот тоже можно рассмотреть некоторые дробовики, например, Икел, но куда выгоднее тут будут себя показывать фьюженки, в идеале Телеста. И опять же снайперки, если умеете с ними обращаться. Хорошая игра со снайпой, это всегда красиво. Ну а в последний слот, в третий, берите смело гранатомёты и ракетницы. Гранатомёты третьего слота неожиданно оказались в мете. С тем же лучший момент матча играют очень много, а у ракетниц теперь снова по два выстрела в запасе, так что выбор довольно прост. Фраг наверняка это всегда хорошо. Вот как-то так, с пушками разобрались, дальше ещё очень много нового, полезного и интересного. Так что не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому ролику. А я на этом прощаюсь, завтра уже выход долгожданного дополнения, отвергнутые. На канале будет стрим, так что непременно залетайте. Посмотрим всё вместе и я поотвечаю на ваши вопросы. А 5 сентября жду москвичей на премьерном мероприятии, о котором я уже писал в группе. Ну а теперь итоги конкурса. Конечно, я не забыл. Полную версию дополнения, отвергнутые, с сезонным пропуском на ещё 3 дополнения, которые будут выходить в течение ближайших месяцев, получает автор вот этого комментария. Поздравляю тебя! Тебе сегодня реально улыбнулась удача. Я написал тебе по указанному контакту и жду твоего ответа. Ну а всем остальным участникам не расстраиваться. Конкурсов у нас будет много, так что, чтобы не пропустить их, подписывайтесь и следите за новостями. Счастливо!